Один у нас на весь этаж источник воды, которым мы пользуемся на этой кухне. Виктор Лобанов проводит экскурсию по дому. Из всех удобств – электричество, газ, отопление и холодная вода. Туалет на улице, души нет. Деревянный барак постройки 1956 года – памятник советским временам. Когда-то квартиры в поселке Остров давали речникам. Для многих это временное жилье стало постоянным. Вот и летит. Видите, что это? Скажут, сломал. А там вот насквозь. Здесь она туда уходит, рука полностью улазит. Этот дом должны были снести еще в 1995-м. Жители до сих пор хранят документы, выданные еще Рязанским городским советом народных депутатов. Запланированный снос так и не состоялся. В 1988 году было принято такое решение горосполкомам, что в 1995 году в первоочередном порядке расселить. Обращались мы к депутатам, обращались и к Булекову, еще глава администрации он был. Это мы в январе 2017 года обращались к нему. Сказали, почему мы не попали вот в эту программу по переселению автоматически. У нас же было уже решение, что в 1995 году выселить дом. Вот. Сказали, что у вас написано, что он ветхий. А нужно, чтобы был аварийный. Слово одно. Такой же долгожитель каменный дом на улице Колхозной 5. Несколько лет назад он перенес пожар. Сейчас в нем некоторые стены держатся на подпорках. Полы проваливаются, с потолка сыплется штукатурка. В плачевном состоянии кухня и санузел. Потолок у нас рушится. Подставили нам подпорки. Полы проваливаются. Вот. Все у нас залили со второго этажа. Это условия вообще ужасные. Вот. У многих маленькие дети, поэтому жить тут уже невозможно. Поэтому уже кричим о помощи. Помогите. Чем можете. Жители поселка Остров заказывали экспертизу. Платили 35 тысяч рублей, чтобы дом вошел в программу по переселению из аварийного жилья. Включили в нее и дом с улицы Колхозной. В Рязани создан реестр аварийных многоквартирных домов. В нем 45 зданий от 1890 до 1961 года постройки. Их расселят до 2020 года. Еще 11 домов планируют расселить до 2023 года. В настоящий момент в рамках действующего законодательства необходимо предусматривать жилье, соответствующее определенным требованиям. То есть это метр в метр. Эти жилые помещения представляются, если это собственное помещение. То есть частное, тогда соответственно представляется собственность. В настоящее время, как сообщили в администрации города, разрабатывается механизм реализации адресной программы по переселению жителей из аварийных домов. Работает над этим фонд содействия реформирования ЖКХ. Многоквартирные дома, признанные аварийными, обещали учесть при формировании этой программы. Дина Исляева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».